Доброе утречко! У меня уже чай там пикает. Сегодня встала рано, в 7 утра. Сама причем проснулась. Поставила будильник и проснулась сама за пару минут до замка. У меня так часто бывает. Тяню к зубному. Стараюсь об этом не думать. Поэтому сейчас выбираю чай. Вот такой зеленый экзотик. Это у меня такая классная... Ой, коробочка покажу вам. Я там когда-то покупалась металлическая рождественская марки Ристон. Но этой марки здесь тоже еще остались чаи. Там, где закончились... Там я положила какие-то остальные в пакетиках. Цейлонские. Можете пить какой-нибудь благородный цейлон. А у меня нет лимона, нет ничего такого интересного, что добавить. Поэтому буду пить зеленый чай. С утра и днем, и вечером в основном чай. Иногда какао. Очень редко такие в пакетиках кофе-лате. Черный кофе никогда не пью. Так, ладно, сейчас заварим. Я всегда доливаю потом холодной воды. Можете нам насмеяться, говорить, что ты вообще за чай пьешь, если потом воду доливаешь. Отчасти это связано с тем, что хочется быстрее чай пить. А он же очень горячий. А зуб же реагирует. Из-за чего я, собственно, иду сегодня к зубному разбираться. Что у меня там реагирует, когда уже все залечено, уже нерв удален. Что-то может реагировать. Из-за этого, конечно, переживаю, потому что вдруг она не найдет причины. Или скажет, что ага, там что-то такое, что не поддается лечению. Например, эти зубодесневые карманы, кстати говоря, их никак не лечат. Вот они есть. А в принципе реагировать может. Ну, по правилам, конечно, нам надо держать этот пакетик, наверное, минут 3-4. Но я же такая непонятная торопышка, куда я спешу. У меня еще 3 часа времени. Спешить особо некуда. Ай, ладно. Ладно. Так, на столе у меня тут стоят горшочки. Я вчера там ковыряла какие-то цветочки. Пересаживала, высаживала. Так, дольем воды. И будет сразу готова к употреблению. Все тут всякие обезболивающие приготовлены на случай. На случай, если вдруг будет дискомфортно после. Так, что мы тут на завтрак съедим? Тут какие-то 2 булочки, сухарики. Что тут на столе есть? Ролден. Так, надо какой-то бутерброд сделать. Надеюсь, в холодильнике есть что-нибудь, из чего сделать бутерброд. Так, хлеб есть. Огурцы, кефир, масло, сыр, Филадельфия. А, нормальненько. И есть еще... Есть еще дзинтерс. В общем, сейчас что-нибудь сделаем. Какие-нибудь бутербродики. Так, хлеб тут такой. Веслибас. Стой, со всякими семечками. Все. Тут у меня, по-моему... А, колбаска есть. Колбаска какая-то есть. Попробуем и это сделать. Надо же хорошо поесть. Это вдруг потом... Не смогу какое-то время. Хотя сейчас ставят такие всякие пломбы, что, собственно говоря, можно есть сразу. Так, ладно, отвлекаюсь, поскольку надо самой поесть и покормить всех своих зверюшек и птичек. Так, вот мои бутербродики с плавленым сыром и колбасой. Три, может, и много. Чего-то я так много сделала. Но сейчас мне сложно себя контролировать. Мысли разбегаются. Главное не думать. Всегда, когда боишься чего-то, главное об этом не думать. Помню, как я собиралась на экзамены, переходила к своей знакомой, плакалась ей, что я не сдам. Я все время об этом думала. И, в общем, когда я все это уже высказывала, что я не сдам, и где-то, наверное, я внутри уже смирялась с тем, что я не сдам экзамен. Я шла и каждый раз давала его на пять и получила красный диплом. И она потом надо мной приставала и говорила, «Ты что надо мной издевалась все это время? Ты же прекрасно вот знала, раздала так хорошо». А я не была в этом уверена. Я была вся в таком состоянии дикого напряжения, которое надо было снять хотя бы вот этим разговором о том, что я не сдам. А потом, наверное, я принимала это как самый такой плохой вариант в своей жизни. И когда ты принимаешь самый плохой вариант, то, наверное, уже, собственно, и бояться-то нечего. Какой самый сегодня может быть плохой вариант, я не хочу думать. Ну, скорее всего, самый плохой, что врач не сможет понять, что у меня там не в порядке, потому что внешне вроде все выглядит хорошо. Но, конечно, сильно беспокоит и скажет, что с этим надо жить теперь всю оставшуюся жизнь. Всегда есть, пить только теплое. Вот. И вообще. Ладно, не будем думать о самом плохом варианте. Давайте-ка я лучше съем эти три бутербродика. Мурженция выглядывает. Вот. Пришла я в комнату, к компьютеру. И она сразу же из-под одеялка скажет, что там хозяйка ест такое вкусненькое. Привет, мурженция. Сегодня большую часть ночи спала рядом со мной, рядом с головой. Она как кошка. Идет туда, где что-то болит у хозяйки. Привет, моя маленькая Муська. Она похожа на мастера йода. В детстве. Муха-то похожа на мастера йода. Из Звездных войн. Такие же большие ушки, большие глазки, кругленькие на выкате. Такая милая мордочка. Так. Вот. Что я слушаю по утрам? Вот какой-нибудь суперлегкий джаз для кафе и ресторанов. Очень много есть таких разных подборок. с такими мелодиями, которые больше фоновые, скажем. Не столько прислушиваться, сколько чтобы они так мило создавали какое-то легкое настроение. Такого безмятежности. Вот. Назовем это так. А сейчас пойдем, покажу вам цветочек один, который меня наконец расцвел. Я ждала, ждала. Я его купила в бутончиках и наконец он у меня зацвел. Такой вот красавчик. И там уже будет много-много всяких таких разных красивых цветочков. Все-таки белого цвета. Думаю, может будет белорозовый какой. Вот такой беленький. Вот. Как же его тут показать получше? Такой красавчик многоярусный. Это что-то типа декабриста. Ну или декабрист он и есть. Так, а что на него тут упало? На него упало вот сверху. Сыпаются цветочки. Тут у меня с подсветочкой все более или менее как-то себя чувствуют нормально. Всякие писцы. Тут я надеялась, что что-то зацветет, но пока там что-то непонятное. То ли цветки, то ли еще что-нибудь такое вылезает. Тут мои коровы летающие. Скоро буду украшать этот фикус новогодними игрушками. Это у меня вместо тоже такого вместо елочки практически. Хотя елочка у меня есть из куриных перышек. И я ее уже не первый год ставлю на столик, потому что она такая веселая и позитивная. Вот тут тоже под такой обычной, собственно говоря, лампой. В основном и писцы. Им это нравится, потому что я смотрю, она тут бутончики. Вон бутончики образовывает. Так что все не так страшно. Растение держится нормально. В декабре можно будет тоже что-нибудь поснимать, показать. Вот это все-таки это все-таки у меня не мурая. Мурая, потому что вот она рядом. Видите, насколько листья отличаются. Так что я думаю, что это тот самый инжир. Что-то я там ткнула несколько это самое косточек. Я думаю, что это инжир пророс. Надо его отсюда выбирать. Чаще всего я вот когда не уверена в результатах я просто в большой горшок пихаю какие-то семена и вот чаще всего они и прорастают именно в таком варианте, чем когда я их отдельно сажаю. Отдельно это значит отдельный горшок, поливка отдельная и может быть с поливкой тогда что-то не так делаю. А когда в таком большом горшке тут в целом как бы происходит все это увлажнение, лишнее, наверное, большое растение забирает. В общем, как-то все получается правильно. У нас за окном уже светает, но день опять судя по всему будет пасмурный. Насколько я вижу никаких проблесков солнца нету. Ну, нам не привыкать в Латвии. Это наша такая обычная практически погода в это время года. Пока у меня еще есть времечко. Пару часиков до выхода из дома расскажу. о том, о чем меня уже не один раз просили рассказать, показать. Ну, конечно, было бы лучше снять об этом, наверное, отдельное такое видео полноценное. Но это будем считать такая небольшая разминка. А именно об ароматах, которыми я сейчас вот в осенне-зимнее время пользуюсь. Надо признать к своему стыду, что я, как и в одежде, влезаю во что-то одно, в один аромат и довольно, так сказать, долго, усердно его ношу, пока он не закончится. Как правило, это у меня вот частенько вот этот, видите, как его по сравнению с другими, как его мало, это у нас Валентина Донна Аква. Замечательный такой миндальный, сладостный, миндально-грушевый, такой вот фруктово-гурманский. Вот он мне зашел просто великолепно. И я его могу в любое время, дня, ночи, года, по любому поводу, потому что он не слишком резкий, не какой-то такой, который заставляет искать определенного настроения там или повода, или цвета одежды, или, я не знаю, какого-то еще. Вот он на каждый день у меня самый мой любимый аромат и аромат антидепрессант. Вот, вот, вот. И флакончик прелести. О составе не рассказываю, рассказываю только, почему, свои впечатления, что нравится тот или иной аромат. из новеньких зацепил вот этот Чабаут, наверное, считается Шик Эд Богемя. Недавно как раз приобретался на, была большая, когда распродажа, Черная Пятница, вот, тридцаточка такого низшего аромата. Он красивейший, цветочный, тоже белые цветы прекрасные, очевидно, там, может, тубероза или что-то в этом роде, но воспринимается великолепно совершенно и чувствую на себе долго, и, хотя он в первых нотах и кажется таким довольно резким, но потом становится и сглаженным, и приятным, и окутывает вас таким вот облачком цветочным. Тоже сейчас использую, ну, поскольку, поскольку новый аромат, интересно еще попробовать. Иногда, но на холодную погоду может быть и не самое лучшее, хотя, когда вот теплеет, градусов до 11, Estee Lauder Pleasure Intense. Тоже красивейший аромат, тоже, безусловно, цветочный, но здесь уже немножко как будто бы и отголоски и сиреней, и ландышей, и белых цветов, и вот все это в сочетании такой большой букет мокрых, влажных, красивых, холодных цветов. Исключительно красивый аромат, недорогой он у нас есть на сайтах, и я очень довольна, что он у меня есть. Из еще цветочных ароматов, как видите, у меня больше всего все-таки цветочных ароматов, это мне присылали, и я не сразу заценила, потому что ну такой довольно скромненький бутылечек, жасмин, думаю, ну уже такого вроде у меня много, но какой же это красивый жасмин. То есть очень благодарна человеку, который мне выслал этот аромат, как оказалось, это тоже какой-то нишевый бренд, ну такой, наверное, малоизвестный, а может быть, где-то он и известный, может, что-то я такая не догоняю чего-то, и вот это прекраснейший, такой, очень, очень нежный, жасмин, он тоже бывает разный, бывает пожестче, поярче, по насыщению, вот здесь, мне кажется, такой оптимальный вариант насыщенности, и в то же время силы звучания, и чистоты звучания, потому что он очень чистый, красивый жасмин, вообще прелесть, просто обожаю этот аромат, частенько, если хочется чего-то уже такого поярче, посложнее, погромче, это какой-нибудь из ароматов Роберто Кавалли, вот этот у меня интенса, не эссенса, везде, где интенса, эссенса, это будет что-то такое красивое, цвет у него потрясающий, флакончик, я всегда, когда держу в руках флакона Кавалли, получаю эстетическое удовольствие и просто кайф какой-то ловлю, насколько все красиво сделано, вот эти формы, как он вообще так вот, прямо как настоявшийся коньяк, как для какого-нибудь алкоголика, нет, ну алкоголика нет, для ценителя каких-то красивых коньяков, вин, вот для меня флакон Роберто Кавалли, и аромат, собственно, тоже, потому что он прекрасен, но такой уже очень насыщенный, поэтому, вот скажем, к зубному врачу точно этот аромат не стану на себя наносить, чтобы, как бы там всех не удушить, вот может быть, сегодня воспользуюсь жасминовым ароматом, если хочется красивого яблока рождественского, вот этот аромат Нобеля 1942, название, могу только в переводе, это танец стрекоз, а то точно что-то не так прочитаю, вот стараюсь вам показывать, если что, сейчас покажу коробочку, ну это что-то восхитительное, это яблоко там, корица, вкусняшки, в общем, все такое натуралистичное, классное, потрясающее, тоже флакон, изумительно красивое, тяжеленнейшее стекло и такая вот крышечка, ну прелесть просто, это то, что я тоже буду, когда закончится, но когда закончится, не знаю, потому как много ароматов и они будут медленно заканчиваться, но обязательно буду приобретать снова и снова, надеюсь, он никуда не пропадет и будет издаваться постоянно, так, что у нас осталось, ну это из того, что я сама себя иногда заставляю выбрать из шкафчика и не забывать про эти ароматы, потому что они куплены были раньше намного и, конечно, после этого было множество новых приобретено и хочется пользоваться новыми, а старые забываешь, но они прекрасные, поэтому я просто заставляю себя иногда перешерстить шкафчики и попользоваться тем, что у меня куплено было давно, например, вот такой нироли-орхидея, локситановский аромат, очень нравится, видите, как бы я много его не использовала, все равно вот всего лишь столько, потому что, конечно, очень много ароматов, и хочется все понемножку использовать, поэтому вот они все понемножку у меня и отпиты, назовем это так, тоже красивейший, не знаю, насколько здесь тут орхидея, но вот, наверное, нироли частенько бывают, если они такие очень натуральные, они горчат, кстати говоря, а вот этот, а, хочу открыть, я не могу, не горчит, и он, что-то в нем есть такое восхитительное, вот, что меня цепляет, сочетание, вот, может быть, ноты немного, но они какие-то такие, прям волшебные для меня, то есть, тоже мой любимый аромат, из совсем новеньких, вот, покупала за 10 евро, вот такой, хочется сказать, разливной, он уже готовый, он в таком аппарате у нас стоит, и там можно выбрать, это марка Рифан, болгарская, можно выбрать, сколько там было, по-моему, 75, 50, 75, ну, в общем, видите, объем достаточно большой, выбрать любой аромат, который идет под номером, а номер посмотреть на сайте, и там, а вообще, надо было бы, конечно, зайти, но сейчас я докончу вам рассказывать, и покажу, что там есть на этом сайте, очень хорошие аналоги, скажем так, уже несколько попробовала, вот этот у меня был из новинок, там, кстати, сейчас очень много нового появилось, по-моему, это Крит, Роза Империал, ну, вот, к сожалению, мне не с чем сравнить, потому что в оригинале это, это дорогущий, мишевый бренд еще надо поискать где-то, но, по крайней мере, это красивый аромат розы, однозначно, даже если воспринимать это как какой-то самостоятельный аромат, а не аналог, то это очень красивая роза, чайная роза, такая великолепная, долго пахнущая, но неудивительно, в Болгарии, кстати, очень много производится вот этого розового масла, и оно, наверное, используется во всех там практически ароматах, и тониках, и косметике, и запахи изумительные, но кому нравится роза, может, есть кому-то, кому она не нравится, тогда, может быть, понравится, скажем, тюльпан, байредовский тюльпан, тоже, видите, все-таки довольно много использовано, потому что, ну, невероятно такой красивый аромат, я даже не уверена, что так пахнет тюльпан, но он пахнет как-то божественно, вот тоже цветочно, мне кажется, что однотонно, то есть не играет, но вот даже эта однотонность тюльпановая, или там, не знаю, какая там основная все-таки нотка, я ощущаю, она мне очень нравится, такая изысканная, благородная, совершенно не похожая ни на один, на другой аромат, не сладкая, в общем, тоже иногда добираюсь до него, и сегодня выбрала, потому что изрядно подзабыла этот аромат, это марка Bjork & Berry, по-моему, называется, продается в Стокгольме, мне кажется, есть магазинчики, потому что это местное такое вот производство, это белый лес, и видите, тоже у меня немножечко использован, потому что очень интересный, красивый аромат, сначала не могла понять, но по прошествии небольшого времени он стал меня цеплять просто невероятно, я не скажу, что он пахнет зеленью, он пахнет чем-то очень таким теплым, но безусловно, природным, лесным, может быть, немножко каких-то трав, таких вот, которые в лесу растут, каких-то ягод, прямо, скажем, не чувствую, тем он и интересен, что он настолько необычный, он, как будто бы, там очень понятные ингредиенты, не помню, там может быть, был можжевельник, или вот какие-то такие сосновые там, иголочки, или еще что-то в составе, сейчас уже не помню, помню, что было много такого, именно лесного, и вот все это в сочетании, в совокупности, дает какой-то потрясающе теплый, обволакивающий такой аромат, интересный, который и хочется и на себе ощущать, и просто вот рядом с собой, и сразу это возвращает именно в летний теплый лес, тоже потрясающий совершенно аромат, вот такие примерно, ну, конечно, я больше использую, тут невозможно вам все это показать, потому что это загрузит ваш мозг, хотя бы вот выбрала какие-то те, которые вот наиболее сейчас мной такие употребляемые, любимые, а нравится очень много всего, и из-за рефлейма много использую, забыла вам опять показать свой любимый эссенци, который с апельсиновыми цветочками, я его тоже постоянно использую, и, ну, перечислять это, одно перечисление займет кучу времени, то есть вот так вот под настроение встаю, и у меня всегда есть какая-то коробочка в прихожей, где вот наиболее такие мои любимые все-таки, все-таки я пользуюсь любимыми ароматами на самом деле, то есть то, что мне больше всего нравится, и к чему у меня лежит сердце, душа, есть те, которые, с которыми как бы надо подружиться, или они требуют определенного повода, или еще чего-то, с теми я так от случая к случаю, а те, которые нравятся, любимые, вот они у меня постоянно как бы в ходу, и, ну, вот поделилась, чем могла с вами, продолжаю собираться дальше к судному врачу, но отвлеклась хорошо, так, покажу вам этот сайт, наверняка он есть, в каждой стране у него свои есть странички, а это у нас rifanparfume.lv распространяет и на Литву, на Эстонию, если заказ от 30 евро, то по Латвии бесплатно, а от 50 по Литве и Эстонии, доставка в течение двух рабочих дней приходит на покоматы, вот эти, оплачивать нужно вперед, и здесь у нас есть ароматы дневой для нее, давайте посмотрим, может быть, так, может быть, новинки посмотрим, по стольку, поскольку, так, может, мы на новинках уже находимся, ну, ладно, если у них не совсем тут отработано, тогда пойдем просто женщинам, извините, мужчины, но мы, между нами девочками, говоря, нам хочется увидеть, что здесь есть, и вот я вам сейчас показываю, какие аналоги, здесь, хорошо, что здесь нарисован сам оригинальный парфюм, то есть, даже по изображению флакончика, вы поймете, что есть, я уже несколько попробовала, и я скажу, что их можно воспринимать как аналоги, можно воспринимать как самостоятельный аромат, который будет просто очень похож на ваш любимый, они довольно неплохие по стойкости, появилась Paloma Picasso, если кому нравится этот аромат, но все-таки даже те, которые и не особо дорогие, Paloma Picasso можно купить, наверное, где-то за 55-60 на сайте сотку, тем не менее, здесь это будет стоить всего, а, 55 миллилитров объема всех этих флакончиков будет 10 евро, там у них есть еще какие-то маленькие варианты, но маленькие очень скромно представлены, Мажинуар, клема, ну, конечно, это не то, что, наверное, было в те годы, да, то, что было в те годы и никто не повторит, но, по крайней мере, это будет что-то близко к вашим таким вот, Cavalli тот же есть, смотрю, здесь есть такие интересные, есть более какие-то знакомые, типа императрицы Дольчика Мана, а есть довольно редкие ароматы, прямо, скажем, даже парочку тут нишевых засветилось, Шенель Шанс есть, Эскада, эти довольно легко, кстати говоря, воспроизвести, вот дали пробничек Versace Bright Crystal, я попробовала, сравнила, у меня есть оригинал, он даже, можно сказать, вкуснее, потому что немножко слаще, оригинал, он такой более кисленький, то есть узнается, что вот это кисло-сладкое, свежее что-то, но в то же время, даже, можно сказать, как свой какой-то аромат, вот я вам показываю, что здесь есть, наверняка есть какие-то ваши любимчики, которые, может быть, на сегодняшний день вы не можете позволить купить по той цене, по которой продается, тем более, что заметили, что вот эти люксовые ароматы, они все тоже становятся дороже и дороже, очевидно, им хочется подтянуться к стоимости, по стоимости к нишевым ароматам, и, конечно, уже тогда проще пойти и купить вот какой-то редкий, такой авторский аромат, чем покупать, ну за те же 150 евро, сейчас мы уже видели Гуччи, вот этот последний вариант, это, конечно, что-то ненормальное уже, по ценам становится уже, парфюмерия опять становится какой-то для, ну не для всех, скажем, потому что далеко не каждый может по таким ценам себе позволить покупать, а вот здесь, пожалуйста, все такие популярные, известные, любимые, ну это понятное дело, вряд ли бы они стали выпускать какие-то уж очень там редкие ароматы, хотя здесь есть вот несколько таких, вот, Крит Роза Империал, вот этот, аналог этого, здесь есть еще Крит Авентус, кто знает, может попробовать, Прадла Фема появилась, из новинок не было раньше, вот, мне вот этот очень похвалили Валентина, Валентина Мира Абсолюта, я хочу попробовать вот этот Хермес, он тоже редкий, как бы, он, по-моему, даже уже чуть ли не снятый, тем не менее, он здесь есть, так что, ну и мужских ароматов здесь тоже множество, и если кто хочет такое сделать своему мужчине небольшой презент, но приятный, вот здесь покажу вам сейчас мужские ароматы, Томфорд Табака Ваниль распродана, смотрите, я его, это самое, покупала, сравнивала, потому что у меня тоже есть от Левант оригинала, но надо сказать, что очень похож, может быть, конечно, он там не до конца, не играет так долго, но, конечно, общее впечатление довольно-таки сильное, здесь уже как-то вы сами определяетесь для себя, хотите вы купить задорого и ощущать, что вы это смогли себе позволить, или хотите просто пользоваться Томфорд не роли Бортофина, или просто хотите пользоваться каждодневно и не париться, бросать его с собой в сумку, где-то брать, и не бояться, что там что-то с ним случится, не трястись над ним, короче говоря, ну вот такой у нас есть, вот Рефан Парфюм, здесь так и написано Best Analog Parfumes, вот такие вот у меня парфюмерные с утра новости. Ну вот, спустя некоторое время я и дома такая вся взъерошенная после зубного врача, я очень довольна, что я каким-то по наитию вошла в эту клинику, клиника называется Сан-Аэлла, я так понимаю, что их много по Риге разбросано, ну, по крайней мере, наверное, парочка точно есть, очень внимательные отношения, прекрасный врач, я так вообще рада, довольна, что эта женщина примерно моих лет, она, соответственно, довольно опытная должна быть, она русскоязычная, это тоже немаловажно, когда живешь в Латвии, все-таки легче тебе общаться с человеком, когда родной язык у вас один. Она спокойная, она мягкая, она не чувствуется вот какая-то такая материнская забота, это так для меня важно, потому что я мне очень сложно с людьми, которые не на моей волне, я очень это чувствую, эмоциональное состояние, вообще состояние человека, если человек спокойный, я сама становлюсь такой, если он такой напряженный или какой-то агрессивный немножко или еще, мне очень сложно, вот здесь идеальный по состоянию эмоций, вообще вот врач просто идеальный, зуб у меня оказался сложным, мне ходить и ходить, но что приятного удивило, что цены в два раза дешевле оказались, все те процедуры, которые она мне сделала, там снимок, обезболивание, открытие канала, постановка лекарства, временная пломба, это мне обошлось 25 евро, а в соседней клинике это мне стоило 50, то есть, ну как бы, знаете, результаты уж очень это самое, разнится, поэтому на радостях сегодня я еще получаю, сейчас жду посылочку небольшую с двумя ароматами и расскажу вам еще об этом, потому что настроение у меня просто прекрасное, несмотря на этот серый день, мне уже все хорошо, вот я очень надеюсь, что этот зуб и был той проблемой, которая меня беспокоила, но в любом случае его надо было делать, и у меня много зубов, которые еще с советского времени с пломбами, старыми, по-моему, даже серебряные где-то есть, и, конечно, их надо переделывать на что-то более современное, но я рада, что это все еще мои зубы, что мне не надо ставить никакие ни коронки, ничего такого, хотя, конечно, к этому дело потихонечку идет, так что вот найти своего врача, конечно, это очень важно, сразу хочется жить, мне бы еще других врачей всех таких же найти по моим проблемам, ну, буду надеяться, буду искать, может быть, и получится, ну, а сейчас ждем, буквально в течение 20 минут должны привезти заказик, пойду сварю себе какую-то кашку, потому что неделю у меня теперь ждать следующего визита, и особо там грызть орехи в это время не стоит, пломба стоит временная, лекарства, пускай оно там все лечит, убивает, что надо, но придется, к сожалению, все нервы удалить, но будем надеяться, что потом я мучиться уже так не буду, так что вот такие мои последние новости, ждем прибытия ароматов, так, где там выключается, на что я там нажимаю, ну, вот мои два аромата и прибыли, сейчас вам каратенечко, потому что надо их, конечно, поразнашивать, чтобы они отстоялись с дороги, они холодненькие еще, но тем не менее, я уже попробовала, они мне уже заинтриговали, они очень такие неординарные, прямо скажем, неоднозначные, это аромат марки какой-то Наф-наф, и называется он Наф-наф, это мне, конечно, напоминает эти сказки про трех поросят, там был Наф-наф, Нуф-нуф и какой-то еще, и изумительно красивый флакончик, подозреваю, что именно из-за флакона заказала, вот такой он 30 миллилитров, больше не надо, потому что, ну, куда, куда уже больше, хотя такого флакона красиво можно и больше, содержимое тоже довольно интересное, значит, что мы тут видим, давайте-ка посмотрим на фрагрантики, описание 2007 год, верхние ноты манго, яблоко, бергамот, средняя орхидея, корень нириса и розы, базовая, почуль мускус, светлая древесина, малина, ваниль. Первое, что чувствуется, ваниль, корень нириса и манго. Ну, вот у меня корень нириса очень так, прямо ярко, такой легкой горчиночкой, такой интересный, и в сочетании с ванилью и манго, конечно, вот, на самом деле, такой непроходной вариант, интереснейший, даже такой у него немножко нишевое звучание, я специально достала тут один аромат, который мне почему-то показалось, что напоминает, но, конечно, нет, наверное, тем не менее, что-то есть общий, сейчас сижу, сравниваю, вот это первый аромат, а про второй, что мы можем почитать, про второй, это Жан Кутюрье, аромат называется Париж Барокко, вот так, очень, кстати, такой благородный флакон, крышечка матовая, тут якобы должно было быть где-то изображение Эйфелевой башни, но само флаконе нету, а на коробочке есть, на коробочке вот так вот она выглядит, коробочка, это бренд довольно-таки старый, у них там есть замечательный кориандр, который я до сих пор, кстати, не приобрела, потому что я все-таки побаиваюсь ретроароматов, тем не менее, вот этот, это новинка, уже она Кутюрье, так, что мы здесь видим, новый аромат, создан как дань уважения уникальному французскому стилю 17-18 веков, ориентированному на утонченных и ультраженственных женщин, с тонким эстетическим вкусом и безупречным стилем, вот такая тут реклама идет, заявлен как интенсивный, роскошный, шикарный, восточно-древесно-фруктовый аромат, композиция открывается нотами личи, красной и черной смородины, персика и фрезии, в сердце аромата цветочные аккорды, нероли, розы, гелиотропа и жасмина, и теплая восточная база из пачули, кедра, ванили, амбры и мускуса, ну, то есть даже уже по описанию ясно, аромат красивый, я его нанесла, и сейчас он мне немножечко напоминает такой разбавленный арманий Си, но это такое первое впечатление, но то есть по-любому он богатый очень, вот, краненый флакон вдохновлен городом огней Парижем, нежно-розовая жидкость, а внешняя упаковка, да, внешняя упаковка с символом эйфелевой башни, есть 30, 50 и 100 миллилитров, и это Ау де Парфюм, вот так вот, так что вот такие у меня замечательные новые тоже еще ароматы пришли, и вот на этом я уже с вами окончательно прощаюсь, и до новых встреч, как обычно я говорю, вот такие два ароматика, еще, Продолжение следует...